Только в декабре даем скидку 5% на готовые квартиры в ЖК «Олимп». И к другим новостям. Стекло, пластик, макулатуру и пищевые отходы в разные контейнеры. Такие уже установили в пятом микрорайоне. И это только начало. Мы обязательно должны привыкнуть к раздельному сбору мусора. Правильная утилизация способна решить острую мусорную проблему. Мировая практика это уже доказала. И Подмосковье активно включилась в программу раздельного сбора мусора. Итак, жители пятого микрорайона тестируют новые контейнеры. Уже четвертый день. Правда, не так активно, как хотелось бы. Кубовые контейнеры заполнены лишь наполовину. И, как показал опрос, немногие вообще знают о их существовании. Вы обратили внимание, что поставили новый контейнер? Ну, только сейчас, наверное. А так в любой бросаем. Главное, чтобы не вниз положить, а в мусорку саму. То есть принципиальной разницы для вас лично нет? Я еще не видел. Это мы недавно поставили. Я внимание не обратил. Ну, потому что какое-то там наполнение есть. Скорее всего, может быть, даже используют. Но я как-то, честно говоря, не замечала. Для тех, кто не заметил или не понял, еще раз сообщаем. Город активно включается в программу раздельного сбора мусора. И первые контейнеры установили на прошлой неделе на улице 60 лет Комсомола. Бачок предназначен для жестяной тары, стекла, пластика и макулатуры. После того, как контейнер заполнится, его содержимое рассортируют. Все эти вторичные материалы пойдут в переработку. Сейчас эта программа у нас работает на 80 площадках нашего городского округа. Мы посмотрим, насколько мы с вами готовы к такому раздельному сбору мусора. И продолжим уже устанавливать эти контейнера, соответственно, и в сельских поселениях. К слову, первые пять контейнеров раздельного типа в Клину появились еще в начале года. Не по областной программе, как в других городах, а по инициативе МУП «Чистый город». Это был своего рода эксперимент, поясняет Дмитрий Торпцев. Мы весной устанавливали порядка пяти контейнеров для виде эксперимента. Посмотреть, что там в них будет собираться. Так как вот было уже случай с этими эко-боксами, когда ставили под батарейки и лампочки. В принципе, народ более хорошо относится к раздельному сбору. В среднем однокубовый контейнер заполняется за день. Если мы приучим себя выбрасывать мусор раздельно, то в будущем с 80 площадок по городу соберется уже 80 кубов мусора в день. И все они поедут не на Олексинский карьер, а на мусороперерабатывающие предприятия в другие города, отмечают сотрудники «Чистого города». Таким образом, клинчане хоть немного разгрузят Олексинский полигон. Татьяна Барульна, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.